МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выдвинулись на остров Илконсари. Что-то у нас такой ветерочек, пока потихоньку вылезем, без всяких глиссов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остров Илконсари. Пойдем смотреть эти... часовни. Я уже здесь был в прошлом году. Сейчас вот ребятам покажу. Красиво это. На острове Илконсари расположены маленькие часовни, которые символизируют православную веру. Они все являются копиями часовень, которые стоят на нашей земле. Здесь такая православная диаспора. Давайте зайдем, я покажу вам внутреннее убранство. Все открыты, везде можно зайти. Все достаточно чисто. А сейчас идем к церквушке, которую я в прошлом году видел, как она строится. Но в этом году, судя по всему, почти готова. Сейчас прочитаю, что это за церквуха, что это за часовня. Почти завершены, видимо, работы, потому что уже и территория облагорожена. Так только тачка, да, стремянка. Похоже, как в Старой Ладоге, что ли. Вот в этом месте остров Илконсари такой тоненький. С одной стороны пляжик песчаный, а с другой пляжик каменный. Здесь можно тоже пришвартоваться, тоже есть жаровни для приготовления пищи. Вот построена даже новая. Смотрите, какая большая. Есть и маленькие, есть гальюны. Так что не пропадете. Я думаю, что вот такую большую сделали для паломников, кто бывает на этом острове. Везде, кстати, смотрите, написано объявление. Например, туристический поход без мусора. Написано, что куда складывать, куда относить. Благо, мусороприемники есть. Дровишки заготовлены, уже поколотые. Здесь тоже. Показалась следующая часовня. Тоже должна быть открыта. Хотя вот предыдущая закрыта. Ну, потому что работы еще ведутся. Классный такой остров. Какой-то он такой атмосферный. Что-то в нем есть. Может, как-то продувается он так. Дышится тут легко. И запах сильный стоит ладана. Видимо, службы какие-то все-таки ведутся здесь. И сосны. Вот так внутри. А эта часовня, как на острове Каневец. На скале там такая скала. Рядом конь-камень. Ну, это новая община православной веры. Вот она ее пропагандирует. И можно почитать в каждой часовне историю ее создания. И в саму эту вот программу, так можно назвать, скиты, саймы. Следующая часовенка. Тут ручка мне понравилась в прошлом году. Деревянная. То есть, как затвор такой. Засов. Очень пахнет смолой везде. Вот книга, в которой можно оставлять записи. Мы, кстати, нашли записи свои прошлого года, что мы здесь были. Вон, сейчас хоть не по маршруте уйдет. Не полон туда. Вообще волна. Немножко штормей. Ага. Так, мы с вами на острове Хиэтосари. Ну, здесь опять стандартная история. Здесь даже, я могу сказать, более ухоженная вот эта беседка. Видите, она имеет закрытые окна. Какой-то прозрачный тут пластик. И так все по-домашнему. Кстати, везде встречаю уголь. Почему-то российский. Российского производства. Может быть, мы его экспортируем туда. Кто их знает. А так, вот такая вот бухточка. Но я не могу сказать, что она очень спокойная. Вот сегодня что-то прям в восток долбит. И прямо вот кусает нас тут. А смотрите, какой остров интересный. С другой стороны, его тоже бухта. И вот там есть причальчик. Я предлагаю туда сходить и посмотреть. Может быть, там покруче. Можно пришвартоваться. Пойдемте, пройдемся. Остров сам по себе здоровый, красивый. Изрезанный всякими бухтами. Но они такие открытые на самом деле. Думали, может быть, что-то получше. Какую швартовку найти. Пока по острову гуляли, наткнулись на какую-то чью-то заимку. Такая своеобразная, конечно, очень клубника. Вот смотрите, целое поле снежек стоит. Вообще, такой остров, конечно, большой, интересный. Какой-то прицеп. Внутри острова находится озеро. Оно такое болотистое. Вот мы вышли к нему. Думаем, как подойти. Может, покидать спиннинг какой-нибудь. Может, там кто клюнет. Следование острова в поисках сауны, которая есть на карте. Но что-то ее не нашли. Кроме двух частных домов, не нашли. Вот дровяник, мусоросборник. Это все понятно. Это все есть. Кто? Сауна? Сауна топится. Ах, вон она, сауна. Ааа, по запаху. Угу. Ой, какая прикольная. И, кстати, ее топят. Так, вот она, сауна. Иду на разведку. Дрова. Здесь вот тоже применены стекла. О, стекляха. Воду нам оставили. Дрова тоже. Целый ящик. Ну, вот не запотеет, если. О, ну класс тут вообще. Все есть, жарко. Все, идем. Время, крючки. Так, и можно прямо из сауны вылететь в Сайму. По вот этой деревянной дорожке. Сейчас покажу как раз, где мы стоим. Мосточек. Ну, держится. Во. А мы вот там стоим. С легким паром. Классная сауна. Очень понравилась мне на этом острове. Пожалуй, наверное, лучшая, где я был на... Пока был на островах. Она такая, прям, аутентичная очень. Здоровская. На улице раздеваешься и прямо в парилку заходишь. Прям здорово очень. Этот остров находится... Ну, вот, например, от известного острова Сатамасари. Этот остров находится где-то примерно в 45-50 километрах от этого острова. Проходя от известного Сатамасари, вы можете зайти на несколько островов Пуликайнен, Кайта, тот же Илконсари, где церкви. И вот очутиться здесь. Буквально чуть выше, пару километров отсюда, находится остров Рухонсари. Там тоже есть сауна, но он более такой населенный. Туда больше приходит лодок. А здесь прям совсем мало, совсем мало места. Но зато вот он расплатился такой сауной. Короче, класс. Сауна. Слушай, мы сюда шли меньше, волна была сейчас раздула. Да. КОНЕЦ. 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 Я что-то расслаблю. Только расслабленный был. Надо было это... Так, ну может быть, можно было его поймать? Ну да, не успеть. КОНЕЦ. КОНЕЦ. ДЖАН. ВОДУРУ. Доброго утра! Мы пришли на остров Рухун Сари. С острова Хиота Сари. Сделали это рано утром побаиваясь то, что этот остров оккупирует örш сегодня пятница. Но вот на редкость никого нет Как вы видели, уже мы утопили коптер Сейчас идем смотреть, что там, как дела с саунами Багор рекламировал Фирмы Робшип, называется Хук энд Мур Сейчас чуть-чуть про него расскажу Значит, служит он для того, чтобы в одиночку швартоваться Ну или чтобы не в одиночку Ну, по крайней мере, чтобы облегчить жизнь швартующимся Значит, вот здесь есть такая скоба Она с помощью клавиши отстегивается Превращается вот в такую легкую Незафиксированную Здесь есть тоже вот такая вот хреновина Туда мы заводим швартовый Вот так вот Вот обычный швартовый Вот все вот это вот болтается Пожалуйста, никаких проблем И суть в чем Вот мы когда подходим, например, к швартовой утке Или еще где-либо Держим в руках один конец И подводим этот конец к себе Со швартовым То есть вот у меня, вот я за швартовым А теперь, чтобы раз швартоваться Отшвартоваться Видите, вот здесь открылась Такой рот, такая скоба Нужно вот так сделать Толкнуть вперед этот багор Раз швартовали Еще десяток Покажи еще раз Вот еще раз давайте Значит, завожу И дергаю на себя Мой Оп И теперь ухожу Вся любовь Мне нравится Они есть трехметровые Есть вот типа двухметровые Там 1,8 Значит В состоянии собранном И вот в состоянии разобранном Ну и естественно У длинного еще одно колено Вся любовь Есть еще какие-то с ним фокусы Но я пока другие не Не учился Это сауна Витязкового бревна сделана На крыше вот такой дерн Помывочная здесь находится Так скажем Подаль То есть ее надо Отдельно топить Для горячей воды Здесь такой вот Предбанник О, ну она такая приличная Маленькая Но такая чистенькая Все есть Затопили сауну Обожаю вот такие ручки На двери Аутентичные Мы как заправские финны Подожгли чан этот с водой В общем с утра решили запалить Баню На острове На острове естественно есть Туалеты Место для приготовления еды Жаровни Дрова Вот так выглядит наша швартовка Я в прошлом году швартовался здесь Ну лагом А сейчас решил вот Как подобает Пока сауна значит топится Мы приступили к добыче ужина Смотрите кого покажу Кэп с ума сошел В воде по самое нельзя Чет забрасывает Помывочная кочегарит Баня тоже живет А мы ловим рыбу На рыбалочку наверно пошел Ведра, спиннинги Пацак взял Лебедь вон пасется Какие то вон серые утки Лебедя прогнали Дров напилили после себя Чан уже почти закипел А не, кипит уже Можем мыться Вот смотрю как финны Не соблюдают Правила безопасности Вчетвером Напихались вот в такую Маленькую лочоночку И какие то там полтора коня Тыркают Дифферент на нос Жуть Ну все в жилетах Ну правда таких Страховочных А мы в сауну собираемся Это мы после сауны решили Нормально так подъезд Не, ну поесть-то мы понятное дело любим Ждем еще щуку Вот с антре он после бани Смотрите Разожгли тут Костричи Сейчас будем вот этот вот Микс файт жарить Хватит жрать Книженцы вот Можно отзывы оставлять Читаем Смотрим Опять тут Видели запись Барона Брамбеуса Той яхты С которой мы сюда Перегоняли лодку И вот Встречали ее И вот смотрите Вот кто-то вот Написал вот такую вот вещь Дети зло Бога нет Ты мразь Мясо смерть Мур-мразь Ну Прикольно Доходит там Да Микс наш Да-да-да Бай вот к нам пришел Наблюдали сейчас Как Бай швартуется На Муринг Ну тоже не лучше нашего В общем В качестве эксперимента Мы на своей лодке Установили Солнечные панели Фирмы Оптимейт 40-ваттные Сейчас покажу Что они дают И как мы контролируем Их заряд В комплекте идет Вот такой монитор Который показывает Уровень Заряда И процесс заряда Аккумулятора От солнечной батареи Мы покидаем Остров Рухонсари Заканчивается Наш поход Наши Четырехдневные Турне По ближайшим Островам Озера Сайма На некоторых Я уже был На Острове Хи И Тассари Я не был Сейчас в планах Дойти до Лапинранты Там заправиться По итогу Посмотреть Сколько мы съели И во сколько Это дело встало Пока все Какая у вас скорость? 13 Принято Нормально валите Это мы идем В канале Из Сур Саймы Из большой Саймы До Лапинранты Есть Такой фарватер Между островов Прикольный Такое Единство Что скорость Там ограничена Поэтому Тихонечко Надо идти Но зато Он так Прилично Режет Наверное Километров 10 Я думаю 15 Если обходить Озеро Сейчас Вот я говорю Планы Дойти до Лапинранты И на заправку Рацию Кстати Освоили Морскую Между собой Придумали канал 17 Ну Чтоб общаться Удобно На самом деле Идем Разговариваем Как у вас В целом Обстановочка Да нормально Хорошо Да Знак будет Ограничение Скорости Конец Ограничения Да Да Конец Ограничения Будет Слушайте Про расход Вот хотел Сказать Сейчас Там Немножко Раздувало И шли Со скоростью 36 35 Км В час Обороты Где-то 3900 Примерно Были А вот Расход Понравился На одном Литре Можно пройти При таком Режиме 2 км Прямо Вот так И держали Как-то Не обращал Внимания Обычно Я считал Что На 40 Примерно Самый Такой Классный Расход Получается Где-то 1,7 Км Сейчас Отвечу Повторите Минское Говно Где-то Череза Да Да Все Правильно Вот Так что Буду Применять Такой Лодки Кают Да Старый Финский Пластик Такой Применять 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 потекли евро в бак тут только 98 рубль 83 по-моему вот и закончилось наше путешествие по ближайшим островам прошли километров 150 сейчас прошу у наших участников как понравилось им или нет для себя могу отметить то что надо учиться ходить в паре для себя отметил пользование рации потому что как-то до этого ну не особо я и пользовался особенно морской только там для прохождения дамбы до приморску подходить ну и наверное такое чувство локтя она все-таки имеет место быть при переходах что приятно ну ваше впечатление старпом очень круто я попробовал себя первый раз в роли старпом а вроде бы получилось капитан удоволен явно не мать кол не бил старпом нет причин не было четко все причем начали уже на второй день начали друга понимать уже и дальше а вот это попробуй то есть весь поход и кляк или да что отметили ли себя надо изучать локцию надо надо готовиться честно скажем что бригада с секунды молодцы все всем пока поход окончен